В распоряжении нашей редакции появились шокирующие снимки. Неизвестное животное выпило кровь и загрызло полсотни кур в поселке Металлплощадка Кемеровского района. Ирина Глухова отправилась на место и выслушала самые невероятные предположения. Эти ужасающие кадры прислали нам очевидцы последствий ЧП. Оксана рассказывает, в тот день они с подругой выпустили куриц из стайки и уехали по делам. Когда вернулись, уже тушки 50 птиц были разбросаны по двору. У каждой прокусан хребет, при этом на месте происшествия ни капли крови. Следы борьбы здесь повсюду. Вот, например, пол в стайке усыпан куриными перьями, вот такими. А если мы выйдем из этого помещения, то сразу по левую руку можно увидеть разбросанные доски. Ну, достаточно трудно предположить, что весь этот беспорядок устроил маленький зверек. Главный вопрос, кто это сделал, остается без ответа. Сейчас хозяевам и их соседям остается лишь строить догадки. Версии разные. И всякие предположения, да это хорьки, да это еще кто-то, может быть, нет. Не уверена, что не осилит. Даже вот мы, люди, если идем на какой-то там где-то, у нас же тоже в каком-то моменте заканчиваются силы. Также вот у этого хорька бы какого-то, ну что там, ну вытянулся он. Подкопов-то нет. Нет подкопов, как вот бывает у некоторых людей, что подкопы, да, какую-то там курочку придушили, скушали, подрали. Нет, ни одного подкопа не было нигде. Это вот зверюшка, которая юркая, прыгнула конкретно. О том, что это может быть мифическая чупакабра, семья Артемьевых не говорить. Но в то же время местные вспоминают. В поселке Металплощадка этот случай не первый. Три года назад неизвестное животное уже пыталось напасть на домашний скот. Бабушка вроде как, сын ее сказал, что услышали шум. Бабушка вышла на улицу. Ну и вроде как собака не собака, и лиса не лиса, неизвестно на что похожее. Ну и она убежала просто-напросто. Сын подумал, что бабушка старая, ну и на старость бы это списал. Оказывается, на самом деле так было. Сегодня интернет переполнен информацией о неизвестном науке существе. Если верить легенде, чупакабра убивает животных и пьет их кровь. Впрочем, семье Артемьевых пришлось столкнуться с невероятным фактом в реальной жизни. Оксана боится повторения ЧП и не выходит на улицу поздним вечером. Тем временем в сети появляются сообщения о загадочной гибели целых хозяйств в Алтайском крае. И почерк тот же. Ирина Глухова и Роман Абдрахманов. Новости РНТВ. Кузбасс.